Нашим героем сегодня становится питерский Тарарарэй Володька Перекупчина. Москвичи прилетели в Питер на интервью. Спереди полетает 222-й, сзади Гриндваген. Ребята, у вас крыша течет. Разъебываю и в конце говорю Тарарарарэй. Тут не одеть корону крайне сложно. С какой процент постанов, которые для хайпа именно чтобы прогресс? Стоит Nissan GTR Булкина. И он сидит, боится с машины выйти и просто сигналит. Мы грязнем в бабках, но судьба повышает ставки. Я в образе в очках, блатным солнце светит глаза. Солнце в натуре слепит. Я сейчас более откровенный стану и сниму очки. Прямо это сейчас сделаю. А дай мне. У меня есть еще другие. Есть? Давай, давай. Да, погоди, давай, вдвоем. Слюбкаешься в меня, но я тут еще бандит. Пропадаю, извини. Бля, в них надо было мне снимать, да? Да. Нет, на мои, ебать. На мои? На мои, бля. Есть желтые вот такие вот, есть черные. Хочешь я желтые одену какую-то. Давай, давай, ты желтый. Нормально. План сегодняшний. Мы сегодня здесь с тобой под мостом. Начинаем мы обычно с гостями у них дома. Но я уверен, что это к тебе не относится. Райно? Ты просто живешь в области, и вы решили сэкономить время твое и наше. И не ехать в область. Эта локация самая часто встречающаяся у тебя в инстаграме. Я, по крайней мере, подписан в инстаграме. И поэтому мы начнем отсюда, дальше какие у тебя планы, куда, как обычно. Дальше, короче, это самое. Ну, Илюха-то звонил, он сказал, давай там, ну, нормально, зажгите. Вот, поменяем тачку, на которой можно будет зажечь. Тут рядышком она стоит. А потом поедем, попытаемся, попробуем. Я не скажу, что там прям какой-то сочный варик, но мы попробуем там пожать человека, пообщаться, и, может быть, купим тачку. И хотелось бы... А, я тебя завезу покушать. Есть одно космическое место, просто вкуснее, я не знаю, где. Рыбу ешь? Конечно. Все, ну, там на легке, на легке, на легке, быстро. И хотелось бы в рамках автоподбора хотя бы осмотреть один автомобиль вместе, там, пообщаться с собственником. И, соответственно, подъедет человек, который отвечает за автоподбор, с ним тоже можно будет пообщаться, потому что, ну, по систематике работы, в общем, чуть позже все подробно расскажу. Я думаю, мы просто, ну, смотрим, какая-то, наверное, личная биография, да, начнем? Да, да. Так, единственное, что, буквально через 9 минут у меня старт розыгрыша. А что, розыгрыш, давай, это все? Да, ну, я разыгрываю две тачки, это «Хонда Аккорд» и «Пятерочка» у меня там есть заряженная. Ну, и вот, как бы... А, ты только начинаешь. Да, 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 сегодня старт продажи билетов, как бы, как только все места закончатся, я дам эти тачки. Ты же уже разыгрывал, да, по-моему, много? Сколько, сколько разыграл-то? Десять, может. Десять машин? Не, не знаю, я их не считал. Серьезно? А, я знаю, что это с точки зрения денег красиво движется, лайбо, да? Это когда-то, когда-то, да. Да, да, я знаю, я знаю. Ротан, одну фотку сделаешь, у меня это чисто, ну, вот, чисто моя мечта была. Короче. Ле, ну, мы создаем картинку, мы же не просто так стреляемся, потихонечку подтягивая эти мероприятия. Скажи мне, пожалуйста, вот ты десять машин так разыграл. Ну, это бизнес, ну, все равно все понимают, что плюс-минус... Не, ну, в любом случае это монетизируется. Конечно, это способ монетизации вашего, ну, вашего, я имею в виду всех блогеров, кто так делает, личного бренда. У нас в Хараби тоже были розыгрыши, но мы с точки зрения аудитории пользователи. То есть мы, типа, только среди пользователей, тем самым конвертировали в покупку тарифа Хараби. То же самое, плюс-минус. Ну, да, да. Самый успешный кейс из этих десяти, когда экономика очень хорошо стрельнила. Твой Чироки? Да. Ты прям как это сам в воду смотрел. Ну, да, это было, Чироки было круто. Не, ну, и опять же, это как в любой деятельности, в любых темах. Чем дальше идешь, постоянно понимаешь какие-то новые фишки и, соответственно, с каждым разом делаешь лучше. Вот. Но у меня нету, и я, в принципе, не преследую там такой... И к этому я ко всему пришел, не преследую там какого-то космического обогащения. Ну, то есть, у меня нет такого. Понятно. Можешь поделиться. Не, честно говоря, налоговую. Не, я понял. Не знаю. Я знаю, что трачу около 150. На себя, на семью. Вот так вот. Бывает по-разному. Это как у перекупщика. То все-то ничего. Бывает, да, да, да. Не, так, ну, по-любому больше 300. Пойдем посмотрим, да, наверное, и... Да, ну, пойдем. Из такого формата интервью с первого канала перейдем в формат общения. Вечер в хату. Вечер в хату. Здорово. Здорово, гандиты. Это первый мой проект. Пятерочка. Я купил ее за 85 тысяч рублей и вложил сюда больше 200. Это вот ты ее разыгрываешь? Да. Это вторая тачка. Одна из двух. Одна из двух. Да. Как поучаствовать? Косарь. 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 Косарь, билетик, да. А что у нас тут? Будем участвовать, брат. Не, ну, тут как пожелание. Косарь, ну, ради интереса. Ну, не просто так же мы попались на старт розыгрыша, правильно? Ну, да. Нет, тут еще такой прикол тоже, знаешь, там, многие там, типа, я там, я фартовый, я не фартовый, я просто вижу эту кухню изнутри, и, ну, по крайней мере, как мы это делаем, мы просто в барабан, типа, закидываем, знаешь, я не знаю, но это цифра. Они там мешались, ну, я не знаю, есть ли какая-то степень того, что, знаешь, блин, кто-то ко мне приезжал, говорил о том, что мне снилось, я знал, что я ее выиграю. А кому-то я звонил по видеозвонку, а он на меня смотрит и не понимает, что происходит, он забыл вообще, что он что-то покупал. То есть, ну, я тут дело случая, как грена. Короче, у меня есть для тебя хорошая новость. У тебя белый Мерседес сегодня. Твой. Да. Да, отвечаю, белый Мерс твой. Покажи, покажи ему. Что касаемо этой тачки, она, да, она вот круто, что она на 17-х дисках. Я сначала ее делал бакинскую, вот такую немножко затронную, а потом немножко передок опустил. Это Воссы на вертушке. Тоже очень долго к этому подходил. Самое крутое внутри. Мне Илюха говорил, я думал, он угорает, и ты угораешь, а потом я понял, что на самом деле нет. Илюха мне звонит, ну, я уже приехал в Питер, пару дней как-то нахожусь уже здесь. Он мне пишет, Володя может этот, не, не, отскочить от... Я выделал вас. Я говорю, я говорю, типа, а что такое-то? Он говорит, он говорит, что он рэпер, а рэперы интервью не дают. Вопрос, вопрос. Три топ российских рэпера. Да, да. В твоем рейтинге. Не, ну, скриптонит, топ русских рэперов. Ну, Рэм Дига, наверное, тоже круто. Я в последнее время, блин, уже что-то так крэп. Не, давайте, Мия Геншпиль. Не, ну, не Хамейновой, не абиссусь. Это нет, это нет. Я этот, хотел продолжить, мы ехали, думали, как ты этот, на рэп батл тебя вытащить? Типа, ты накидываешь, я накидываю, но не будем этого делать. Не, ну, ладно, что-то, импровизация тяжело, чтобы, ну, что-то было такое дельное. смотри, мы видели, кстати, вот ехали сюда, видели твой ролик, что-то там 180 тысяч просмотров. С Казяном, это Оу-74. Гринга занесет волною прибоем, и отбоя вашего к нашему, это шкварт тут один, и по миру, и по рэшу регион 51. Думала, ты спинает в дверь, главное, я верю, читательский репак, продолжает качать, твой черепангел на плече, против кита оппонента, приходит, но в адрес польза этого момента. Да, в машине вы сидите. да, да. Прикольно читаешь, вот честно, я первый раз видел, то... Индивидуально, прикольно, когда вот так вот, ну, или взять 6 лет назад, когда я это делал, это было прикольно, а сейчас давить в плане медиа на это, то есть надо свежий, какой-то хороший материал, ну, качевый, людям надо вот так, чтобы головой трястись, тогда будет прикольно. А ты сейчас уже не пишешь, не читаешь. Короче, вот альбом, который я писал до этого, на эмоциях был записан, в жизни определенные переживания происходили, а сейчас я творчески, вот я все, что делаю в инстаграме, я от этого прям кайфую, я прям больше, чем я, мои сторисы никто не смотрит. Да я думаю, и ты сам по себе знаешь, сам с ним еще потом сидишь, дома, короче, перелистываешься. И я именно творчески самореализовываюсь, понимаешь, мне нету такого, что мне не хватает. А последний раз, когда это было, когда ты писал треки? Треки? 15-й, 16-й. Вообще, откуда ты рода? Ты же с Мурманской, вы сходишь? Я вообще, хохол сейчас, украинцы скажут, украинцы, но я хохол. Вот родители у меня, отец просто, когда, ну, короче, и молодой был, вместе с мамой, перебрались в Мурманск, в СССР еще было. я родился, я 90-го года, я родился, 90-го. Охренеть. Я 89-го. Я думал, ты где-то 73-го. Недавно снимали Евгена авто, Женя тоже украинец. Миша Селявка, вообще белорус. Блядь, у меня вопрос, что, русских нет, перекупившись, типа? Так есть, мы все русские. Да, 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 да. Вопрос, сегодняшняя обстановка никак не влияет на твое, там, не знаю, положение, отношение в семье, ну, с родственниками, друзьями, тогда мышь, обслужение, это как бы так, ну, медийное состояние, меньше, да? Нет, про спецоперацию, про Украину, и так далее. Это капитально. Там много родственников, да? Да, 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 да. Вот это вот, особенно первые две недели, это было трэш вообще. Ну, я думаю, все почувствовали, ты даже, ведь, а родственников там нету, тоже почувствовал. 100%. Мы с тобой познакомились, по-моему, два года назад, два с половиной года. это не вчера. И когда я с тобой созвонился, мне показалось, что человек максимально интеллигентный, максимально адекватный, и вообще не ты, тот, который в Инстаграме, и тот, который со мной поговорил. И дальше каждый там, мы не так часто там созванивались, общались, всегда, когда мы это делали, мне казалось, что реально, ну, типа, есть образ, есть там, какой-то медийная личность перекупщины, а есть Володя, которая максимально, она адекват. И дальше это начало, как бы, отражаться, там, Илюха начал с тобой общаться, он говорит, бля, хуле, он, типа, до меня доебывается, накидывает и так далее. Хотя при этом максимально у нас, у меня и у Ильи, Володя всегда, ну, воспринимался, как адекватный чувак, ну, то есть, типа, без короны, без каких-то там, знаешь, что. И поэтому цель нашего видеоролика, на самом деле, показать тебя, как ты есть, на самом деле. А, адекватного. Адекватного, да, да. Ну, типа, потому что так и есть. Ну, типа, реально так и есть. Не, не, я понял, я понял. Не, ну, отчасти, кажется, как-то так и будет. Есть ребята, ребята, ну, типа, типа блогеры, ну, я никого не осуждаю, но которые живут своим образом, они действительно, ну, типа, скорованные, там, действительно, знаешь, там, высокого о себе мнения. А есть простые пацаны, которые, да, имеют определенное количество, там, аудитории, но при этом остаются максимально простыми. Ну, то есть, поэтому хочется зрителю тебе показать какой-то есть, Вот скажу уже с точки зрения человека, который уже какой-то немедийный путь прошел, тут не одеть корону крайне сложно, да, когда тебе ежедневно, там, не один человек постоянно пишет, там, ты такой крутой, там, ты, ну, это же в любом случае ты как-то это хаваешь, это в тебе как-то оседает. Поэтому, как бы, тут в этом плане тяжеловато. Но я стараюсь держать то, что, я в любом случае, я думаю, за себя было бы, это было бы, наверное, некрасиво сказать, ну, хотя, с другой стороны, почему нет. Я сам себя слепил просто вот так вот, многие, многие, знаешь, уже мейнстрим, может, даже какой-то, типа, когда говорят то, что, там, в тебя не верили, там, ну, так оно и было. Никто не верил, там, в моменте все, они все разбежались, и вот, а я взял и туда, и сюда, и, конечно же, когда там и монета появляется, и когда какая-то сфера влияния, все сразу тоже появляются, да, 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 где ты учился? Да, давай, про семью, про, там, не знаю, детство. Короче, родился я в Кандалакше, это Мурманская область, жил в военном городке, батя у меня прапорщик, да, корней, ну, прапор, прапор, да, 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 вот, учился в небольшой школе, там всего 100 человек было, все пацаны, которые со мной учились, после 9 класса, ушли в ПТУ, я один остался, ну, и, короче, осталось 5 девчонок, а я, все, вот, два года я уже в женском коллективе двигался, а после этого, я поступил в военную академию тело-транспорта, вот, и, а? в Питере? Да, да, на Васильевском острове, и, собственно, доучился до 5 курса, а на 5 курсе, по собственному желанию, в виде определенных обстоятельств, мне пришлось уйти, вот, я 4 года прожил в казарме, и вот, до лейтенантских погон, маленько не дошел, короче, вот, очистился сам, устроился сразу в другое учебное заведение, Смольный институт, Российская академия образования, как так называется, он даже не помнит, вот, я специалист автосервиса, это высшее образование, вот, ну, и незаконченное, выше и выше, вот так вот, ну, так для галочки надо было добить, я добил, сейчас у тебя семья, сын, сейчас у меня, дочки, 7, и сыну 3, и в браке я 13 лет, 13 лет, да, 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 медийность никак не отражается на... капитально, отражается просто капитально на всех, жена как реагирует, нормально? нету худо без добра, как это говорится, всегда любые изменения, как бы, да, они вносят, стараемся находить точки соприкосновения, я сам по себе еще такой шальной же, ну, да, 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 и вот то, что ты говоришь, то, что вот этот конфликт, я по-другому двинуть себя, как вот это вот конфликтами, вот сейчас вот погружусь немножко в эту тему, короче, можно, допустим, рекламировать себя, как какого-то специалиста, допустим, специалиста в автотематике, но вот из 100% аудитории, просто всей, это будет интересно 20-30%, соответственно, набирать так, аудиторию очень тяжело и очень затратно, то есть, вот допустим, как Эдвард Билл, можно быстро ходить, там, чьи да, говорить, чьи да, больно что ли? Не чьи, чьи да, чьи? Те очень быстро страсть известным, но нужна ли такая слава, когда тебе как бы, ну, в любом случае, там, если тоже там в процентном соотношении брать, 30-40%, вот допустим, ну, касаемо, ну, возьмем Билла как хороший пример этого, в любом случае, все ему так же хотят подойти в лицо, сказать, чьи да, то есть ты то, что делаешь, вселенная тебе обратная так и дает. Вопрос, угла дашь? Дадим сейчас, подожди, надо на ней дать? Ну да. Да ему сейчас дадим, на другой. А, на другой, а че дадим на ней? Бабан, дай угла на ней. Колесо отвалится, что ли? Да нет, нормально все сейчас. Сейчас мы проедем перед розыгрышем, едет она вообще или нет. Не верю, блять, людям и рыбам, если люди не близки, а рыбы не искренне. Видать, в ментовках закончились ластики, чтоб наши делишки почистить, блять, нас видно в бокс под землю. Вопрос, откуда такой этот слоган тарарары-рарай? Ну типа, это номер два, что цепляет. Да. Купчина и тарарары-рарай. Ну это вот уже пошли эти самые гайд к курсу по развитию своего личного бренда. Ну да, мы с зайцей реги будем брать. Ну да, да, да. Надо начать с топового названия, да? После того, как у вас появилось название и вы нащупали какие-то там ниточки того, что ваш аккаунт вне зависимости от соцсети начал продвигаться. Надо понимать, что вам нужна своя фишка. Я не помню, как это случилось. Вот оно родилось, понял? Где-то, может, я услышал и потом просто, чтобы закрепить этот результат, почему вот мой бренд тоже двигался, потому что я и сейчас стараюсь, и до этого я использовал такие трешовые, скандальные моменты. и в конце, когда я, грубо говоря, там показывал, допустим, я приезжаю к человеку, покупаю осмотр автомобиля, он меня обманывает и стоит мне в глаза врет. И я уже понимаю, что он мне врет, и я его там вот запекаю, разъебываю и в конце говорю тарарарарарарарары. И все, и вот это вот еще и укрепилось этим всем. Ну и сама фразочка тоже прикольная. Конкретно, откуда родилось, вот не помню. Если вот с названием помню, это вот как-то вот, да, вот оно выносилось, короче, такой маленький мой ребеночек. короче это вообще прикол я пришел взял ее в рассрочку без денег вот скажу честно такая зашкварная история но мне вот такая моя отличительная черта мне не стремно за себя говорит зашкварная потому что впоследствии таких историй потом ты уже вот так не делаешь короче я взял у него эту тачку я был курсантом на тот момент вот и нашел в ней кошелек а в кошельке как раз стоимость этой тачки мы соответствуем и на тот момент я был молодым ничего не отдал он приехал женой качал я короче на простачку обратную сторону ему отдал и все документов ничего не было просто 20 тысяч рублей или что-то это гольф был первый гольф а 2 2 гольф трехдверные старыми о какой . ты мечтаешь этот самый по ходу такое уже нет не но в плане того что конечно же как уже человек у которого было много машин хотелось бы автомобиль от которого будешь получать ощущение это соответственно какая-то мощная до . ну или там е-63 с или c63 вот такое чтобы это было бы прикольно но я пока не готов обслуживать такую дать это очень дорого чем по поводу месса могу сказать вы обидно чтобы в тачке 333 сила или может я уже просто охренел что-то она не едет нифига но это мне кажется просто по части мерседеса едет бмв мерседес это комфорт это визуал чтобы был приятный не ну ей не так как хотел научить до ее этой тачке минус том что она такая пижонская понял не подходящая мне знаешь типа я насосал я но когда ли человек подъезжает ко мне видно что я как бы не насосал ну как бы все равно вот этот образ не нравится у тебя есть увеличение рэпом это просто увлечение как это ты блогер рэпер перекупщик автоподборщик вот нож ранжировать от самого важного для тебя типа как бы по приоритетам по доходности может быть может быть по интересу в будущем остаться чем-то одно но ранжировать тяжело короче как это все вот происходилось перекупщина я все это придумал и она бродила во мне как хорошее вино несколько лет что название перекупщина я давно придумал то есть но она не просто так там я могу же не жить в купщина но свою деятельность я начинал именно так именно там я оттуда и название да 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 потому что именно в купщина я начинал свою деятельность и вот когда я начинал еще в тот момент вот так как-то пришло но и может и там через пару лет но типа начала было именно положено там до этого я занимался рэпом я вот как раз когда я писал альбом я плотно занимался автомобилями плотно занимался тут именно все время сколько я не занимался тачками мне хотелось не чтобы я звонил алло ты где я может я буду первые у тебя не хотелось бы такой чтобы он не звонит алло это владимир я хочу срочно продать ты один ледивый перекус ну типа работать на лично да и на горячие звонки не на холодные чтобы уже с прогретой аудиторией сильно просила количество просмотров активности аудиторию после instagram запрещенной организации террористическая запекать где-то нас подпишем а где в инстаграме до на 2 поделилась в два раза не до ну а нитировочно тоже instagram такая площадка она по-разному дает возможность того чтобы тебя смотрели то есть бывает сейчас там и 13000 может посмотреть самый плохой день а бывает 27 и эту конверсию особо не отследить но в зависимости от дня недели там от праздники не праздники это в любом случае влияет на эти мероприятия вернемся наверно к школе учился хорошо ну как бы хорошо на 4 с минусом вот даже русский плохо давался и сейчас бывает я в комментариях делаю ошибки это начинает исправлять но это утро и сейчас уже не исправляет но я могу резко ответить но у меня чуя в мурманске жил я вот финале ходили в это сам бутылки собирались а эти лька мне родители со мной рядом уже в питере да вот я кстати вот через него того же в обувь это уже область до 10 километров от города да в принципе отец на да 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 дома сидят родителям да короче да именно заминированный этапах димон это мой трамплин к тому что я пришел на youtube и вообще в instagram короче как было там сколько четыре года или три года назад он хайпанул с этим видео давай дергай я не знаю ты не пострадаешь я услышал он у меня на районе живет я услышал о том что вот чувак как-то там под хайпанул я думаю ну интересно как-то поехали до него доедем мы к нему подъезжаем стоит nissan gtr булкина и он сидит боится с машины выйти просто сигналит я к нему подхожу так тапок наш говорю туда-сюда давай все через нас через неделю у нас был инстаграм в нем 30 тысяч подписчиков ну и как-то вот эту внутрь этой кухни посмотрел посмотрел как все думаю ночью мы хуже что ли давай мы тоже попробуем ну и вот как бы уже последствия через год только у меня уже свой инстаграм появился и вот прошло сколько времени как мы до сих пор общаемся я ему там во всем помогаю там приезжать телеканал его часто снимает life 78 мышь мойка . приглашает его на телевидение недавно он подрался да кстати с этим таксистом который вас мурата а серьезно она это как раз вы когда я пока это интервью выйдет уже выйдет бой и он проиграл ему сломали ногу но трещину в ноге вот так раз и что вот и тик ток сейчас вот именно у меня качается насчет за счет тапка потому что было около 100 я вот за два месяца 300 тысяч подписчиков еще добавил кстати сейчас 400 именно из-за него как медийная личность он просто космос кстати вот насчет ютуба сниму просто у меня вот есть ролик тоже на ютубе мои там по 5 по 6 с ним 20 с ним вот снимать круто очень на youtube заходит везде прям топчиком я решу за вас все все ваши проблемы вы так хотели отложу все дела все дела отложат схемы погружу где одни мы не знакомы но нам вместе приятно большой компании хорошо хорошо бы вернуться обратно я говорю а ты молчишься слушаешь я тоже послушаю мой телефон на прослушке опа и нас тоже послушает пусть слушают корабль тихо плывет по неве чисто большой необъятной о это лето в ривере провернется обратно мы грязнем в бабках но судьба повышает ставки ты сиди не чавкой и ожидай очередной заправке мы грязнем в папках но судьба повышает ставки ты сиди не чавкой я ожидаю очередной заправки небольшой красиво красиво про скандалы конфликт очень интересная тема кажется что это очень хороший инструмент достижения определенного хайпа да и раскрутки очень много было этих конфликтов дорожных конфликтов конфликт такой на выездах по осмотру да ну естественно как бы мы сталкиваемся с той ситуации который ты описываешь когда ты приезжаешь тебя обманывают и так далее но никто из этого не делает контента ты это начал делать один из первых и дорожные особенно дорожные твои конфликты я не почитай смотришь что-то останавливается вопрос вот из 100 таких случаев были с какой процент постанов которые вот для хайпа именно чтобы прогреть честно максимально что мы сегодня потому что это это на самом деле ничего зашкварно в этом нет есть точный ответ и в принципе но я сейчас там прокомментирующие с гумба там видел мы ехали я на него кричал нет может быть но нету все все на его да 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 такой ну блин ну типа да сейчас просто особо уже прям так потому что на фабе не езжу просто фабе столько контента привезла так сложилось сложились обстоятельства что как перекупщик да это был момент у меня там я в течение года 300 500 зарабатывал ежемесячно да а то чинсы мне пришлось устроиться на достаточно такую там работу доставщиком да я работал месяц доставщиком меня это прямо и после этого знаешь это такой как это я вот слышал недавно нет ни одной истории успеха которая не начиналась типа вот снизу в типа грубо говоря вот после доставки мой тесть или вот это я уже правда работал доставки мне подарил эту фабе у меня не было денег даже тачку купить доставка чего была мода а че случилось и 7 секретов ты рос рос и потом а вот что случилось короче у меня была команда команда состояла из группы людей и управлял этой группой конкретный человек то есть как вот у вас система ваша система приносит результат почему потом ваш команда у вас каждого поэтку эту функцию поэтому есть хороший результат а я не скажу что у нас там прям большая была команда но если какие-то коммерческие моменты там какие-то переговоры я могу провести успешно а управлять людьми это отдельное искусство и у меня был конкретный человек который этим занимался вот помимо этого всего и я же концерт еще устраиваю да и после проведения очередного рэп концерт концерта была массовая драка в конце ну как что за свадьба без драки вот ну и так получилось короче после этого концерта мы рассорились и это все разбежалась он тоже был бизнес и который пол концертный а он вообще все мы вот те люди которые со мной двигались в плане перепродажи тачек я их также подтягиваю другие разные темы также организовать концерт вот как бы тоже мероприятие организовывать и для этого надо много сил много людей желательно тоже до которые ну также могут помочь непосредственно разошлись да 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 и все и я пошел своей дорогой он пошел своей ну и и как у перекупщика то есть ну то то глухо то вот нами родители постоянно еди на работу еди на работу это вот сказывала да и потом как то так я думаю ну пойду на работу и вашего зарабатывал достаточно вот там это месяц ровно было не знаю рублей 40 может заработал но в любом случае я то пошел на работу чтобы просто но время свободного его сучить но его сучитом круто тачку перепродав то есть это все время так было там я сколько не был перекупщиком раз в 3-4 месяца я ходил устраивался на работу я в автосервисе работал где-то месяц в большом тоже есть какое-то определенное понимание людям по большей части надо чтобы присмыкались не если говорить там активных продажах да там то за телефоном сидел короче там тоже месяц был в ральфе сидел прозванивал врачи работал вот тут на пулковке да 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 вот тоже после этого воду пошел тоже года три назад где-то вот я посидел я не могу сидеть в офисе весь день на звонке у меня да 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 у меня кипит все внутри тогда в тот момент да 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 болочка конкретно занимается автоподбором он работал на заводе тойота что-то там до собирал вот по итогу но я полностью натаскал и собственно сейчас вполне могу положиться на него в плане подбора они у тебя на откладе вообще нет они все от да от сделки то есть ну гера конкретно вот волоска автоподбора гера конкретно ведет telegram да 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 и соответственно там в зависимости уже от пришедших денег где-то знаешь мы там но то есть это мы у кого-то денег нету ну все вот индивидуально это обсуждаем то есть у меня проблемы с делением денег никогда не было я всегда всем от души насчет денег вообще у меня не ноут как бы были бы деньги а вот как их поделить муж разберемся а тут как бы ну самое главное вперед не заберегайте до шкуру не убит во медведа дели тогда делить нечего просто будет а сколько в телеграме у тебя в моем личном 16000 перепродажах 16000 тоже на семнадцатом из одного человека 17 но сейчас вот палочка небольшая я качну я качну и telegram с это ну по крайне мере есть такие мысли вот именно этим и хочется заниматься а вот вот на ней мы поедем хорошо да за нее будет много и вот им 5 именно в е60 как бы ну во первых то что это е60 она там всеми признанный кузов но он никогда не умрет визуально дайте ангельские глазки они там нас всех монет ну что конкретно касаемо им 5 удобности этот автомобиль к сожалению капитально не приводит не приносит потому что на фоне того что . достаточно ломучая на ней на автомате нельзя ездить только переключать постоянно то есть в режиме съемки это не особо удобно всегда делать короче это самое москвичи прилетели в питер на интервью так в рамках очередного авто подбора мы прилетели в роль осматривать автомобиль для нашего клиента а история как мы познакомились слова и очень интересная я проводил конкурс до в котором за лучшие комментарии я взял человека к себе на работу и собственно это человек володя туда и маленькой подробности когда происходило и причем я сейчас сразу еще ты не начал я скажу его зовут володя он еще и похож на меня или у я на него как бы люди об этом пишут и в моменте сейчас уже говорят что это там чуть ли он не мой брат это какая-то постанова но вот на самом деле как оно было как оно было никогда жизни когда не участвовал ни в каких розыгрышах вообще вот и не принимал мир не участие вот таких голосованиях или еще что-то сидел на работе думала прикольно нужно просто что-то написать пришел домой после работы не спится думаю да что-нибудь час в органе напишу так от балды написал отправил на следующий день смотрю я там шестерки думаю так как так да ну не может быть мы хорош смотрю из шестерки в тройку попал вообще не может быть ну какой-то на махалова мне все там их друзьям за него проголосуйте за меня пожалуйста володя да забей это хрен это все разводняк стопудовый вот ну и в итоге из этой тройки я стал победителем познакомился с володей попал к нему в команду еще сколько работаем уже 7 месяцев плодотворно трудимся развиваемся каждый день идем вперед прям 7 миль про комментарии расскажи что ты написал что я написал в комментарии я написал что именно тот человек который должен быть с тобой так еще и ты ездишь на шкоде я езжу на шкоде тебя зовут володя меня зовут володя или но это знак свыше 100 процентов это должен быть я володя написал и берет ну определит аудиторию не ну и самое не я считаю что самое главное было то что написал что ты придешь уволишься с работы и положу кстати это видео тоже есть если будет желание он прям приходит кидает каску ложит заявление я увольняюсь 2 это на голове вот еще хотел сказать вот я впоследствии я думаю про качество выбора то есть мы вместе с аудиторией выбирали да то есть вы голосовали и вопрос в том что он ну реально крутой комментарий написал и он соответствует нам на данном этапе пока удобно и комфортно работать у нас все устраивает володя отвечает за вообще все твои подборы до отработку заявок тогда мы сейчас приехали посмотреть машину которую он отобрал в рамках свои подворот как я понимаю в операционку не влезаешь там не управляешь что далее он просто как я на контрольные приезжаю осмотр и когда уже машина нашли я приезжаю на контрольный осмотр а все все осмотр контрольный ты ты закрываешь ну практически где есть возможность приехать мы сейчас давайте тогда потихоньку внутрь пойдем во все авто со мной которые мы приходим очень редко нас не узнают подъезжают в пробках там вала на тарарары там на улице идешь давай давай сфоткаемся вот тут крайний раз было это вот такое из что-то интересно в туалете человек подошел и говорит давай хотя бы с туалета выйдет мы с женой сдаем квартиру там который нам родители подарили в свое время и мы в аренду сдаем недавно приезжая там короче заехал жилец накануне а мы на следующий день приезжали договор подписывать риэлтор все это организовало заходит жена она хозяйка по документам заходит жена риэлтория в конце и парень такой типа знакомиться там не подходит араба я говорю ты перекуп у тебя есть 70 дп машина почему у тебя нет заряженной тачки дорогой ну как бы я мечтаю а точнее я должен был купить кадиллак из колодитного в кредит там прям вот 24 февраля и и растаможили должны были в автополе питерской отправлять не успели в поисках нового автомобиля типа есть смотри у меня есть 140 я его два года восстанавливаю у меня есть бэха старая сейчас начну восстанавливать есть x5 и 70 офигенно это ними и мечта ближайшее время ну какой-то там взять искалает у меня трое детей я понимаю три ряда места 3 года все пойдем 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 да да здравствуйте мы всех вам у тебя сегодня звездный час слишком часто это начинается пойдем 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 смотреть ну конечно передние крышки в потевании ошибки подвигать его еще и ветровое стекло было трещина но трещина кстати я посмотрел я дошел уже до машины трещины не было уже устранили мы там обои но пакет машина хорошее объективно девятнадцатого года два миллиона странного нету исходя из общей тенденцией осматриваем вот лишь как раз все в салоне я пропитываюсь энергией потому что мы же от перекупщиков покупаем от роль не на сейчас просто толщик сейчас принесет другой толщиномер мы осмотрим в любом случае надо отлично понимать что о официальных дилеров есть все диагностики на руках да и в 90 процентов случаев они достоверны вот сейчас посмотрим чтобы все было так как они говорят и уже исходя из пожеланий клиента осветимому ситуацию с этим автомобилем если он будет готов то мы волоска при это же с компьютером почитает ее хорошенько и после этого уже приедем на сделку но это очень редко потому что в подбор буквально час назад мы взяли только в подбор да то есть мы ищем тачку в 2 миллиона рав 4 на полном приводе очень редко что вы прижать первого шли не закрываем то есть но бывает по-разному но в основном сейчас 70 процентов обманщика в принципе на рынке да вот посмотрим было бы круто да в один раз закрыть а и так друзья в рамках автобора мы осмотрели очередной автомобиль это нас toyota rav4 2019 года на автомобиле один локальный окрас это на задней правой двери до стоит автомобиль недорого 2 миллиона рублей хотя среднерыночная стоимость 2 200 собственное пожелание клиента нашего в подбор именно ну автомобиль посвежее сейчас мы всю информацию доведем до клиента если он будет согласен с пробегом то вполне реально мы сможем рассматривать этот автомобиль как кандидат к приобретению здесь на автомобиле один локальный окрас ты возьми любую машину 15-16 года но если там пленки не было я мы очень плотно общаемся с детайлингами там даже где пленка все равно сколы появляются на любой тачке такое будет то есть автомобиль принципе с одним окрасом правильно с локальным да и такого года за 2 миллиона рублей не купить сейчас есть любить плотации по двери например я точно нужно красить морда вся сильно от пескоструй на машина несмотря на то что на каких-то местах вроде как пытались сохранить наклейки но человек был сильно неряшлив утреплены все ручки дверные стерты прямо уже до пластика в черную на панели тоже есть прям сильные неаккуратно следы эксплуатации задиры затертости какие-то дырочки я нашел то есть но она по словам это прям очень-очень плана сколько времени и сколько денег сделать ручки полировать национально полированы да такая неподготовленные мне тут вопрос то что я бы это осветил бы клиенту и на их выборы бы типа ты просто аналоги у нас будет не 19 от 15 или 16 да да и плюс надо учитывать что они поедут в якутск эта машина там плюс 300 плюс 400 уже автоматически вне зависимости мы можем посмотреть подаваться 5 секунд есть и здесь 6 . сколько в якутске у нас стоит настройки открыты вот даже вот в чем и дело даже сервис храма мы общаемся а я много таких таких тонкостей не знаю и думаю что короче надо как-то людей поближе знакомить правильно я думаю ты же будешь дальше участвует пользоваться ты но сейчас все фишки расскажешь все покажешь вот это уже 482 903 ну типа там их мало но кажется что 2 миллиона это три стопы с зазором еще перепродолжим поэтому я бы не ну люди в любом случае нужно сказать а по диагностике чего вернуть мой диагностический лиц или сейчас посмотрим тут вопрос на тоже понимать это вариатор если он не ремонтировался на нем служу 170 тысяч пробега кого он скоро скажет это самый придаст всем привет смотри знаешь это правило есть не подошли за правило 3g если свежие заявку подбор и ты показываешь три говна да 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 это видимость работы своих солидарь перед заказчиком так и есть грубо говоря если это не ок ну давай поедем еще посмотрим где хуже еще например ну или глина поэтому это так есть клиент обращается ему сразу для хорошего машину скажет не ну что-то потому что мало посмотрели на мало это стабильный отсек стоит у вас под подбор но вот это мы недорого взяли 40 рублей 40 до в 2 миллиона рублей цент от стоимости или просто фикса не мы сами зависимости от пожеланий клиента кто-то там е-60 ищет я ему заряжу как бы просто это бессмысленные поездки постоянно смотреть какие-то там говномобили которые просто сколько стоит разовый осмотру опять же где-то поближе к нам опять же просто питер немаленький город там что-то можно и подешевле нам сделать человеку допустим и вот и у нас еще есть ребята с которым мы ну плотно сотрудничаем также эндоскоп там вообще вот полный если что-то берем прямо такой индивидуализированный там x5 какой-нибудь или что-то мы зовем наших товарищей что вы нависли это касаемо допустим если машина стоит салоне я не выворачивают и взрывает полностью тем самым как бы ну повышаем качество услуги которого предоставляем короче в четырнадцатом году была стройка сочи и там работали ребята прорабами взяли 2 миллиона рублей соскочили в питер сюда украли вот доехали до питера у них тут сломалась машина они отсюда своим ходом посредник передает мне эту машину продавать и меня нахлобучивают на этой тачке прямо как как копы типа прямо на что выламываю выламываю там для двери шмели там и короче грамотно меня много интересных подробностей вот ну короче стою я вот так вот спереди подлетает 222 сзади гелендваген они достают меня с тачки сажают в этот 222 там сидит такой тип с кольцом стыка витягу как в фильме 15 или 14 год был зализаны имели ты знаешь что тут делаешь я не знаю что я тут делаю водитель сидит сейчас в лес вывезем выебивную тучи нами она гоняет и рубля машина не моя не знаю поехали к тому человеку я знаю что тот тоже посредник как бы то что она явно с него спроса не будет я звоню говорю гриша за убери гриш я в москву срочно улетаю говорю мне надо те документы передать мы кортеджем все с юга города на север приезжаем у гриши они также расставляют машины со мной сажают своего человека выходит гриша гриша он такой двухметровый тип подходит к окну к моему подлетают по той же схеме подлетают эти две машины гелендваген с этим они ломают гришу гришик для ванчу происходит и грусть осознает 20 минут нас отпускают вот приходим мы грише а как отпустили просто он также с ним сказал он тоже посредник уже просто машина дал приходим гриши он набирает этих типов по телефону пацаны такая такая тема на скрипанули игре передайте им чтобы они шли на вот такая вот история на ровном месте называется просто прикипел не из ничего все уже смысл короткометражку снимать вы записали вот потом еще тачка то у меня осталось они звонят давай мы машину заберем я думаю ну пидарасы надо как-то вас отыграть вы же меня хлопнули багрубля она стоит на сервисе 30 рублей говорю привезите думаю хоть что-нибудь там на пиво туда сюда мы приехали 30 рублей отдали через неделю еще раз набирали меня предлагали мне типа вознаграждение за информацию об этих людях я и не знаю я бы и не сказал бы зачем эти 4 лишние дела там мы севка в тв приехали ну или как там севка бипорт приехали сейчас будем выкупать тачку с нашего телеграм-канала собственно сейчас или в телегу зальем ее или сами выкупим уже непосредственно через корабль при ценим и оттолкнемся какой будет порядок действий мэрс все 180 2006 года а вот шестого шестого до 4 не это вот рестайлинг 2004 2008 это 2006 год пушка гонка а там шпаклевка на крыше покрытие лед этот снег падал прям я видел когда вот это крыше у человека стояла она у ночи на три года в таиланд уезжал и она вот так и стоял ее побила и он никогда побил он даже не сразу видел нам внучу вопрос мы не собираемся сейчас ее выкупать нам надо определить объективную цену да и чтобы ну в принципе людям было более-менее чтобы мы могли реализовать в одно касание этот автомобиль можем не выкупая просто продать период ну как бы на на ровном месте да 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 я об этом говорю волой давай качни автотеку на нее такая непростая позиция если получится сейчас у скинуть прикольно прикольно так а сейчас я я там уже подразуме цена не ну давайте ну как бы ну типа для кому понятно я думаю как бы я думаю просто мы скажем 400 3 как улыбается замачивая скажем 400 если мы реализуем нас просто благодаря я думаю в общем в принципе тормозить 400 это дешево а сколько я думаю хотя бы ну 450 до 1 интеграцию 430 то вот прям минимум 424 20 короче тогда ну просто как бы фишка в том что этот такой автомобиль он тяжелая позиция тяжелая вы что купешка у нее еще на крыше скрашены и я вот сейчас мы шли я забивал типа сколько но это не сделает погода я собачиваю через свои темы на через эти ребята у вас крыша течет но или у вас там стакан по лесу я это продырявил пока вот эта история твоя про как тебя крепили там расскажешь про него вот недавно на на чуроке когда там где ты разыграл эту историю начнула этот дико разыгрыша был до разбираться здесь ближайшие дни вовчика найдем ну да это я сам все придумал я но это по мнению не тайна помню да не это но даже это я арчи сам предложил но как бы она максимально кого получил добилась этой своей но да 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 я вы там знаешь все было продумано вплоть до того что я специально сзади написал на машине перекупщина во все заднее стекло чтобы ну как бы за рекламе цена же да зашло потом еще несколько месяцев полиция ходила короче интересовалась потому что конечно да там нужно после последствия были определенные во первых короче видишь на фоне того что я сделал это с арчи я не хотел его подставить но относительно так получилось по что он был на на приколе то есть у нас до этого машину забрали тоже тут форсили он там ролик один сняли его там вечером 10 экипажей машину забрали за ним следили телеканалы и мы только это выставили все сразу на рэн тв на все дела как бы он и в этот же момент помог как бы это все распиарить да нормально да там пришло но я говорю этот самый там ведь вот это все мероприятие там 1200 рублей мне встала омон плюс реклама я закрыл аккаунт я грамотно здесь вложился а люди у нас нетипичный питер просто группа обычная да они как новости смотрят я не понимаю мне говорят я те в новостях видел но в новостях потом уже показывали а это нетипичный питер просто то есть обычный паблик воспринимают как на информационный ресурс достаточно серьезный из германа не будешь делать проект герман сам по себе проект он уже до проект но там вообще отдельно же сниму история вот он так как примкнулся поступила информация о том что ему есть ничего ну конечно я просто нового лочка сказал верну потяни подсначь лишним не будет это как и волоска видишь тут нет такого но это коммерческой основы тоже никто не было и вот он сам пришел и мы создали этот телеграм-канал его взял его на себя ведет чисто то есть там нету тоже там денег каких-то больших но по крайней мере он на ходу я почему именно но безусловно да там еда едой но и в то же время у него есть подача такая блогерская неплохая подача вот и с теми же самым зубами просто смысла торопиться нету то что вставишь он будет другой человек все я могу я тоже голливуд надо немножко тебе раскачнуться тогда вставишь губы это губы зубы и это будет именно и хайповое мероприятие для людей которые смотрят интересно будет болеть да 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 я видел фотки его зубами вообще голливуд просто голливуд выложили mercedes автомобиль действительно интересный вроде бы как по цене состояние краша крыши на и подтекает так далее реальный холст не перекуп торговаться особо не хотел ради контента выложили продастся продастся нет нет с нас-то не убудет мы все равно здесь двигаемся по городу посмотрим на реакцию но мой прогноз что вряд ли поедет такой автомобиль там взять и 450 наверно выкладывать на канал чтобы там выглядят 400 люди продавали питер не мог нас отпустить без дождя за это я его и люблю на самом деле мне очень нравится санкт-петербург за эту погоду наш день с володькой перекупщина подходит концу один из вас те же реально валюту уточняю я у евгена авто тоже прошел движение наверное финальная речь что хотелось бы сказать на данном этапе мы напрямую двигаемся в сторону блогинга плотно занимаемся автоподбором занимаемся перепродажей автомобилей а чё хотелось бы сказать я думаю что вот на примере гаджи на примере меня каждому должно быть понятно друзья делайте никогда не останавливаетесь если у вас что-то не получается делайте заново и только так можно прийти к какому-то результату надеюсь мы смогли показать володю на самом деле настоящим не не тем кто на дороге ругается там с кем-то там дерется и так далее вполне адекватным интеллигентным товарищем которые знаю моменте могу нагрубить ну как и все нормально надо этот и как это говорят и пляник и леща вопрос знаешь еще у меня какое финально с кем бы ты вот ну ты понял формат рубрики и так далее схему ты хотел посмотреть подобного урода не обязательно люди может быть компанией может быть не знаю вот просто накинь нам идеи допустим с кем бы что такое подобное интервью подобное интервью ты как зритель хотел посмотреть с герой с герой мы планируем не но это так как бы не ну конечно было бы круто чтобы это был человек с богатым внутренним миром чтобы он мог чем-то поделиться я таких мало знаю а есть у вас интервью с обычным перекупом неизвестно чем нет ну вот просто с обычным человеком который это мы с тобой ты там занимаешься организации до харабы я больше блогингом а вот живого человека который каждый день в принципе тоже каждый день но который с нами абсолютно никак не связано я думаю это было бы тоже интересно зрители упасно посмотреть так что интервью с рандомным перекупом а еще сделать какой конкурс небольшой комментариях чуваки реально в комментариях давайте вот вот без шуток говорю выберем в комментариях того кого сделаем одним из следующих героев нашу руку интересно посмотреть напишите в комментариях почему именно вы чему вы это главное чтобы лететь не пришлось я летать боюсь поэтому плечо выезда максимум 700 километров ничего нормально можно прилететь или вы прилетаете вы сразу друзья спасибо этот бокал латте питерского поднимай за ваше здоровье лайки колокольчики спасибо большое что приехал круто володя тебе респект спасибо что мы тоже немножко видишь под пытались там подготовиться хотя бы чтобы картиночка какая-то была прикольная красиво красиво поэтому я думаю что этот контент зашел всем спасибо всем пока то от улыбки хмурый день светлей от улыбки в небе радуга проснется поделись улыбкой у своей и она к тебе не раз еще вернется так и а и